Сегодняшняя лекция будет посвящена проблемам трансформации того, что в марксизме можно назвать производительными силами и производственными отношениями. Ну или на современном языке, и на мой взгляд менее точно, трансформации технологий, трансформации социально-экономических взаимодействий и институтов. Я все-таки предпочту говорить на марксистском языке, и вы потом поймете почему. Почему? Эту тему мы предварили двумя предыдущими нашими диалогами, ну, к сожалению, в основном моими монологами с вашими вопросами и репликами, которые были посвящены диалектическому методу понимания противоречия и старизма экономических систем. В частности, мы зафиксировали, что рыночная экономика имеет начало и конец, и это не нечто абсолютно естественное, то ли богом, то ли обезьяной данное, опять в процессе эволюции человеческого сообщества, а один из исторических этапов развития экономики, общества и соответствующих институтов. Второе, мы зафиксировали, что процесс трансформации происходит не путем исключительно скачка от одной системы к другой. Вот вчера ещё был капитализм, сегодня в 12 часов ночи начался социализм, или позавчера был феодализм, а вчера в 9 утра начался капитализм. Я вам рисовал картинку, которую я сейчас воспроизведу, и возможно её Александр потом сможет покрупнее показать, она не раз у нас появлялась. Если это исторический процесс, оставим в стороне до буржуазной системы и предположим, что здесь есть посткапитализм. А здесь у нас капитализм. Дальше гипотеза состояла в том, что да, качественный скачок есть, качественный революционный переход. Не в смысле политического переворота, не в смысле штурма зимнего дворца или какой-либо ещё цитадели власти предшествующей системы, а в смысле качественного изменения общественных производительных сил и производственных отношений и соответствующей политической надстройки, идеологии и всего остального. Процесс революции подобен переходу от льда к воде. Твёрдое состояние H2O, H2O как жидкость. Этот процесс может носить бурный характер. Вот ледоход на Неве, очень впечатляющее зрелище, когда за один-два дня заиндивевшая, заледеневшая река превращается в чистую воду, правда ледяную по своей температуре. Но это может быть и таяние льда в лесном озере, где этот процесс происходит очень долго. Сначала ноздреватый лёд, лёд с лужами, лужи со льдом, вода, в которой плавают льдины, ну и так далее. Причём этот процесс может быть не только в одну сторону, но и обратным. Подул холодный ветер, и это самое озеро снова стало ледяным. Это первое, да? Но тем не менее есть качественный скачок. Было твёрдое тело, стала жидкость. И постепенность этого процесса не изменяет того, что это качественный скачок. Но что важно? Если мы переходим на язык социально-экономических систем, то важно то, что внутри старой системы, на этапе её заката, внутри этой системы, внутри рыночно-капиталистической системы, рождаются элементы будущего посткапиталистического общества. Вот о них мы сейчас будем говорить гораздо более подробно, а потом про каждую в отдельности. Соответственно, мы можем говорить, что с этого момента только вот так, наверное, да, система идёт по снижающейся линии. Здесь они где-то пересекаются, вот в этой точке. Качественный скачок. Дальше в новой системе остаются элементы старые. А новая система возникает, и только в какой-то момент вот здесь становится развитой. Ну, это, наверное, надо было бы назвать рассветом. В середине известный «Час быка». Кстати, очень советую прочесть, кто не читал роман Ивана Ефремова «Час быка». С литературной точки зрения это не всегда лучшее произведение человечества, хотя и хорошо написано, временами занудливо, но предсказаний и портретов очень много, в том числе очень много похожего именно на сегодняшнее современное общество. Обратите на это внимание, да, такое соединение авторитарности с одной стороны и рыночно-капиталистической системы с другой стороны. Я говорю о мире в целом. Итак, вот эта закономерность перехода принципиально, точнее, вот видите, я не там нарисовал картинку, она вот так должна идти. Засмотрелся на вас и испортил свою картинку. Ну, потом мы сделаем красивую, наверное, для видеотрансляции. Да. У меня есть вопрос. Еще в школе нам преподавали в уроке учиться знания, что советский марксизм постоянно пытался искать именно момент революционного изменения в истории. Если это так, то вы считаете, что это было неправильно? Я считаю, что это было правильно. Но из этого не следует, что надо игнорировать момент реформ и переходных отношений до революции и после революции. Вот на самом деле советский марксизм, в том числе, я скажу, университетская школа политической экономии, под руководством Николая Александровича Цагова, в которой я вырос, говорил о том, что внутри капитализма есть элементы социализма, хотя это тогда считалось ревизионизмом и диссидентством. И, ну это уже все соглашались, начиная от Карла Маркса, что после революции сохраняются элементы буржуазного общества. Знаменитая критика Готской программы, потом воспроизведенная в государстве революции Лениным, основной тезис, на первой фазе общество несет на себе печать прошлого, сохраняется буржуазное право, буржуазное неравенство в экономике и так далее. Ну давайте продолжим все-таки эту линию. Вот это переход, предпосылка изменения в производительных силах. Дальше не совсем простые вещи. Я все-таки позволю себе нарисовать переход от до буржуазного к буржуазному обществу, где все будет примерно таким же. Ну или капиталистическое, в данном случае я их беру как синонимы. Значит, давайте посмотрим на этот переход и на то, на каком техническом базисе он осуществляется. Элементы капиталистических производственных отношений возникают, а в разе случаев даже и развиваются, на доиндустриальном технологическом базисе. Нидерланды 16-17 век, Великобритания 17-18 век. 18 век, да, это паровая машина, но это паровая машина примерно такое же исключение, как ядерная электростанция и нанотехнологии с аддитивным производством современных изделий. Такое уже есть, но пока исключение. Иными словами, новая система отношений буржуазной может возникнуть на старом технологическом базисе. Уже потом достраивать свой новый технологический базис. Точно так же мы можем говорить о том, что посткапиталистическое общество может возникать на базе индустриальной капиталистической системы, но в идеале на четвертом технологическом укладе. Электричество, конвейер, двигатель внутреннего сгорания и так далее. Третье, это паровая машина. Мы с вами об этом говорили. А может возникать на базе адекватных для посткапиталистического общества новых производительных сил, высоких технологий, которые связывают с шестым технологическим укладом. Пятый, это ядерная энергетика и зарождение информационных, даже не технологий, а систем, компьютеры, с помощью которых выходили в космос и решали задачи химической, биологической промышленности, ядерной энергетики, транспорта и так далее. В 60-е и 70-е годы. В МГУ стоял один из первых суперкомпьютеров, он занимал площадь, наверное, не целиком этого корпуса, но значительно его части. Он был еще, если я не ошибаюсь, даже ламповым. Кстати, маленькая деталь, суперкомпьютеры в СССР были такими же или лучше, чем в Соединенных Штатах Америки. Просто о ноутбуках мы тогда не задумывались. Это к вопросу о парадоксах технического прогресса. Но не будем уходить в сторону. Итак, два варианта генезиса на базе старых и новых производительных сил. Попытка генезиса на базе старых капиталистических производительных сил это Советский Союз и вся мировая социалистическая система. Для нас сейчас эта история, оставим ее в стороне. А вот давайте теперь посмотрим, как это может происходить, трансформация рыночно-капиталистической системы в пострыночную и посткапиталистическую на базе шестого технологического уклада, выражаясь языком академика Глазева и академика Львова. Правильно и так, академика Львова он был сначала, и академика Глазева, который это делает сейчас. Или на базе производительных сил, главным компонентом которых является творческий труд человека. Еще раз, да? Я формулирую следующий тезис. Для генезиса нового посткапиталистического общества адекватным технологическим базисом, адекватными производительными силами, давайте скажем на марксистском языке, являются те, где главным содержанием труда человека является творчество. Творческая деятельность. Тезис, идущий от социалистов-утопистов, которых это присутствует в неявном виде, в явном виде это присутствует в работах Маркса, где он пишет о научном всеобщем труде как основании для будущего общества. Прямо в лоб. Это 46 том, первая, вторая часть, несколько раз эта мысль повторяется, и потом в конце, в третьем томе капитала, где он пишет о царстве и свободе. Эта мысль повторяется в работах в значительной части более поздних марксистов и за рубежом, и в нашей стране. Лукач, Лившиц, Ильенков, Батейщев, Библер, Берта Лоллман, я не буду перечислять все эти фамилии. Это не Бузгаллен придумал, так сказать, и мои коллеги. Дальше появляется очень интересный вопрос. Какие происходят трансформации в производительных силах? Давайте их зафиксируем. Первое, я назвал, это переход от всей предшествующей производственной системы, основанной на репродуктивном труде, системе, основанной на творческом труде. Я сейчас все буду пояснять. Значит, качественный скачок, отличающий не только от капитализма, но и от всей истории человечества, или, выражаясь языком Маркса, предыстории человечества. Для него буржуазная система это конец предыстории человечества. А история начинается потом. Там, где человек живет в пространстве неочужденных отношений. Итак, первый компонент перехода я назвал. Второй компонент перехода меняется природа материальных факторов производства. На место собственного материального фактора производства сырье, энергия, машина приходят знания и информации. Дискуссия о том, что такое информация и знание в философской литературе, имеет огромную историю и широчайший спектр позиций. Поэтому я воспользуюсь неопределением, а характеристику через взаимосоотношение. Я скажу, что знание это персонифицированная информация, моя информация, которой я владею. А информация это опредмеченное знание. Вот я что-то знал, придумал и написал. Ну или в компьютере изобразил. Вот, соответственно, то, что в компьютере на бумаге камнем вырублено, это информация. Для данной лекции этого будет достаточно. Хотя, я еще раз говорю, это не определение, это характеристики через взаимоотрицание, взаимодополнение, взаимотрансформацию. Итак, главным фактором становятся знания и информация. Опредмеченное или субъективированное, но не материальное благо. Не материальное, не вечное материальное благо. В данном случае про материальное, я говорю, не как философскую категорию, а как экономическую категорию. Ведь имею в виду сырье, материалы, машины, энергию и так далее. Это второй переход. Знание ёмкое или знание интенсивное производство. В данном случае я использую термин, по которым много написано в работах Бодрунова Сергея Дмитриевича, он член КОР, недавно стал целой серии работ на эту тему. Далее. Какие технологии адекватны для этого перехода? Вы про это слышали 10 раз. Интеграция нано, био, информационных, коммуникативных, иногда говорят когнитивных, это разные вещи, просто разный блок вставляют из социальных технологий. НБИКС, интеграция. Давайте разбираться. Тайна нанотехнологий. Не в том, что она работает с чем-то маленьким, точнее, очень-очень-очень маленьким. Она, по идее, состоит в том, что на этом уровне, нано-уровне, возможно, создание нано-роботов. Я вам рассказывал про это на прошлой лекции? Нет. У меня просто параллельно идёт 4 курса, иногда путаюсь, где я уже про это сказал. Они разные, то есть одинаковые по содержанию, но разные по оформлению, подачи для разных студентов, разных факультетов. Нано-робот это, в идеале, система, которая копирует нано-объекты. Ну, если очень просто, всё состоит из мельчайших элементов, если вы правильно скопируете элементы их связи, то вы получите копию того, что есть. Вот скопируете правильно информацию о взаимосвязи нано-элементов человека, вы получите второго человека. Будет ли он живой или нет, я пока ещё не знаю. Но можно скопировать стол, можно скопировать компьютер, можно скопировать станок. Но создать новый при помощи нано-робота нельзя. То есть нано-робот с философской точки зрения позиционируется как нетворческий труд, осуществляемый не человеком. Копирование. Эта тема обыграна очень многими фантастами, у которых тот или другой герой находил какой-нибудь ящик, который неизвестно откуда взялся, то ли от пришельцев, то ли вообще фантастически появился. И этот ящик копирует всё, что вы положите в этот ящик. И дальше целый комплекс следствий, которые проистекают для человечества из того, что можно всё копировать. То есть материальное производство в этом случае просто не нужно. Репродуктивный труд просто не нужен. Гасовывайте любой мусор, любую ерунду в этот ящик, правда энергия необходима, и получаете в соседнем ящике или на столе то же самое. Почему это принципиально важно? Потому что это некоторая писательная характеристика репродуктивной деятельности, которая уходит в прошлое. Тем самым мы можем перейти к характеристике безлюдного производства. То есть из тезиса о творческом труде, применяя его к современным технологиям, мы выводим ещё одну характеристику. возможно безлюдное производство. При этом человек осуществляет собственную творческую деятельность. Что такое творческая деятельность, я буду рассказывать минут 30 потом. И всё равно вы скажете, нет, это непонятно или неправильно. Или то и другое. Во-первых, непонятно, во-вторых, неправильно. Итак, биотехнологии. По большому счёту это отказ от индустрии. То есть вся система, где надо было преимущественно делать металл, из металла делать что-то, при помощи других изделий из того же металла, уходит в прошлое. И даже химия как таковая уходит в прошлое. Появляется процесс выращивания всего, что нужно. То есть принцип механического движения заменяется на принцип биологического, генетического развития. Что это такое, как это применять не только в сфере производства биологических продуктов, пока никто не знает в полной мере. Но идея есть. Информационная. Возникает целое пространство, жизнь в котором становится едва ли не главной для человечества. И более того, я уже упоминал мельком, в журнале «Социологические исследования» уже на протяжении всего этого года идёт дискуссия о посткапиталистическом обществе. И одна из идей состоит, что будущее общество — это общество тех, кто гонится за престижем и живёт в пространстве лайков, дизлайков и подписчиков. на место денег и товаров приходит виртуальная оценка и престиж. Соответственно, формируется новый класс людей, которые живут ради престижа в социальных сетях. На мой взгляд, это, мягко говоря, преувеличение, критика есть, если хотите, в девятом номере социуса, вот за этот год. Но очень симптоматичный тезис. Информационные технологии захватывают экономику как один из основных до недавнего времени считалось, что основной технологический базис. Отсюда интересный вопрос, на который буду отвечать. А для каких экономических отношений нужны прежде всего информационные технологии, а не новое материальное производство? Ещё раз вопрос, да? Почему, начиная с 60-х, 70-х годов прошлого века, то есть 50 лет назад, приоритетной сферой, наиболее быстро развивающейся сферой, стали информационные технологии. Материальное производство осталось почти на том же уровне, за исключением того, что к нему приделали определённые информационные технологии. Посмотрите на сегодняшний автомобиль. Я вам рассказывал про автомобиль 50 лет назад и сегодня. Тоже не рассказывал. Я вам ничего интересного не рассказывал. Значит, сравниваем. Я ездил на Волге. Ездил на современном Мерседесе. Чужом, не моём, естественно. И Волга была не моя. Волга была такси, и Мерседес большого дяди, который куда-то зачем-то вёз профессоров. Разница есть? Есть. В Мерседесе есть навигатор. В Мерседесе есть компьютерная регулировка двигателя. В Мерседесе есть картинка, что сзади, что спереди. И ещё некоторое количество прибамбасов. Чем ещё Мерседес отличается от Волги? Тем, что Волга по Москве ехала со скоростью 60-80 км в час, а Мерседес по Москве едет со скоростью 10-20. Это только наполовину шутка. Я ещё ни разу не ездил в машине, которая загналась бы до скорости 160 км в час. Просто негде. Итак, примерно та же машина. Но теперь посмотрите, чем отличается наш мир от предыдущего мира? Тем, что у каждого есть компьютер, телевизор, телефон, радио, магнитофон, ещё что-то вот в этой коробочке. Хотите спросить, разная технология обработки металла или улучшение состыковки всяких устройств для машины тех же групп не стали лучше? Стали. Но это некоторое медленное эволюционное движение. Примерно как отличие кареты 15-го века от кареты 17-го века. Карет стал лучше. В некоторых случаях даже догадались подвесить на что-то похожее на рессоры. Но качественного скачка нет. Самолёт тоже стал лучше, но Ту-154 летал со скоростью 950 км в час. Правда, был более прожорливым и больше выхлопов. С точки зрения горючего часа летает 850. Я просто летаю 50 лет на эти. самолётах, поэтому могу тут свидетельствовать. Даже Ту-104 можно взять в 57-58 год. Продолжаем следующий вопрос. По-вашему, гипотетический полный переход на электромобиле будет качественный переход? Нет, не будет. Качественный переход будет другой. Я про это ещё скажу. Значит, тормозится определённый тип прогресса, и развиваются вот эти информационные технологии. Почему? Интересный вопрос. Будем сейчас про это говорить. И для каких экономических отношений они базис? Какие экономические отношения они требуют? Когнитивные уже намёк на творчество, коммуникационный намёк на творчество, объясню почему. Ну а социальные, это скорее возможность манипулирования, про которые я тоже буду долго рассказывать. Итак, некие технологические изменения, которые корреспондируют и достаточно тесно взаимосвязаны с качественным скачком от репродуктивного к творческому труду. Ну, пожалуй, ещё один компонент, который я хотел бы отметить, и который появляется действительно как качественно новый, это экологическая тематика и переход к зелёной экономике. И вот здесь я отвечу на вопрос про электрические автомобили, но сначала немножко поясню. В принципе, модель зелёной экономики была предложена как теоретическая гипотеза, ну, примерно так же, как Циолковский сказал, надо сделать из трёх ступеней ракету, которая сможет развить такую-то скорость. Как сделать, не знаю. Но если лететь в космос, то надо вот такую ракету. Вот точно так же Владимир Вернадский и его коллеги, ну, прежде всего, академик Вернадский на рубеже, накануне и во время даже Великой Отечественной войны, предложил идею ноосферы, точнее, дополнил идею Теяра де Шардена. У Теяра де Шардена идея была в основном религиозно-идеалистическая, и у Вернадского завязанная на реальный процесс. И сказал, что человек стал доминирующей био-геосилой. То есть существование биологического и геологического пространства природы сегодня детерминировано человеком. Человек меняет геологию, и человек меняет биологию. Виды вымирают, леса сокращаются, дикие леса в Европе исчезли практически полностью, геологические пласты вследствие активной деятельности человека начинают функционировать иначе, климат меняется, человек становится главной силой жизни природы. Отсюда тезис «человек и человечество», человек как представитель рода человек, не Иванов, Петров или Бузгалин, а человек как всеобщая категория, конкретно всеобщая категория. Человечество, человек становится тем, кто ответственен за существование, развитие, воспроизводство био-гео-циноза. Заметьте постановку вопроса. Не охрана окружающей среды, а сознательное воспроизводство био-гео-цинозов. Это другая постановка. Это надо понять, что такое био-гео-циноз, как он развивался, как он развивается, как он может развиваться, исходя из. И дальше надо сформулировать, исходя из чего. Есть несколько вариантов. Такой глубокий экологизм требует, чтобы исходили из законов природы и жизни природы. Человек вообще лишнее. Пусть где-нибудь приспосабливается, и главное, не мешает природе. И господствующее экологическое течение, которое говорит о необходимости диалога человека и природы. Теперь дальше к технологиям. Отсюда технологии, которые должны быть адекватны для воспроизводства био-гео-цинозов. И не разрушать их, а воспроизводить необходимым образом или преобразовывать. Потому что они уже разрушены. В любых случаях их надо создавать. И дальше еще один тезис, который уже носит чистый экономический характер, я немного забегаю вперед. Исходя из этого, становится задачей не экономический рост, а развитие, которое учитывает природную составляющую. Не экономический рост, а развитие, которое учитывает природную составляющую. Воспроизводство, восстановление, развитие био-гео-цинозов. Тезис старый. Наиболее ярко он прозвучал в докладах Римского клуба в 70-е годы XX века. Работы Орелия Печея были, кстати, очень быстро переведены на русский язык в Советском Союзе. В пределы роста знаменитый доклад этого Римского клуба. В цифрах и в деталях они оказались неправы, в содержании абсолютно точны. Ну, не неправы, а не точны, скажем, а в содержании точны и правы. Теперь на минутку отвлекаюсь, отвечаю на вопрос об электромобилях. Если мы говорим не о росте, а о развитии, как это можно проиллюстрировать? Иллюстрация, которую я уже использовал в своих лекциях, и те, кто почему-то внимательно смотрит Бузгалина на Ютубе, наверное, увидят, что это повтор. Вам я про это, наверное, не рассказывал. Представьте себе, что мы изменяем среду обитания и транспорта на место мегаполисов с периферией. Приходит среда обитания, где люди концентрируются в поселениях, достаточных для того, чтобы там были развитые культурные центры, пространство для работы, возможно, дистанционное, коммуникации, общения, диалога, и сохраняющие природную среду, достаточно, чтобы это место обитания было чисто. Мне сразу, в качестве образа, приходит университетский городок где-нибудь на востоке Соединенных Штатов, в Новой Англии. Какой-нибудь Амхерст, или что-нибудь в таком духе, где мне ни разу доводилось бывать. Культурный центр 19-й век, иногда 18-й век, немножко 20-го века. Вокруг коттеджные поселки, университетский кемпус с парой-тройкой небоскребов, чтобы не занимать много места. В кемпусе спорт, бассейны, поля, деревья, пруд и так далее. В целом, в каждом таком поселении обитает примерно от 100 до 300 тысяч человек. Расстояние, от конца до конца, ну, может быть, 30 километров, скорее 10-15. Как двигаются в этом пространстве люди? На электромобилях? На автомобилях? Они ездят на велосипедах. И студенты, и профессора. Даже в Кембридже, вот тоже в этом смысле очень типичное пространство, похвастаюсь, мне там довелось несколько раз читать лекции, чем я очень горжусь. Один из крупнейших ученых в области экономики развития, в прошлом декан факультета Development Studies, Питер Нолан, у него вообще нет машины. Человек ездит на велосипеде, хотя ему за 70 сильно-сильно. Может, поэтому он ездит на велосипеде, что ему за 70, но он всю жизнь ездил на велосипеде. Теперь представим себе, что мы создаем цивилизацию велосипедов, даже не электробайков, надо крутить педали, вместо цивилизации автомобилей, плюс качественный общественный транспорт и скоростные коммуникации между этими центрами. Левитирующий поезд со скоростью 500-600 км в час. Нормальная совершенно ситуация, уже ездить по Китаю. То есть от любого городка до любого городка 10 минут. Разогнаться и затормозить. Внутри городка, пожалуйста, садишься на велосипед, идешь пешком. Внутри вот этого реала. Автомобиль практически не нужен. Если мы убираем автомобили, смотрите, сколько мы убираем всего. Мы убираем автомобильную промышленность. Мы убираем производство станков, оборудования и так далее для автомобильной промышленности. Мы убираем производство металла, пластика и всего остального, что нужно для производства автомобилей, для производства оборудования, для автомобильной промышленности. Мы убираем добычу полезных ископаемых, которая нужна для того, чтобы все это сделать. Мы убираем производство электроэнергии, которая нужна для того, чтобы все это сделать. Мы убираем производство ресурсов для того, чтобы производить электроэнергию или бензин, или еще что-нибудь. Мы убираем все, что нужно для того, чтобы произвести дороги. Мы убираем полицию, которая мешает на дорогах. Мы убираем страховщиков, которые наживаются на том, что люди нарушают правила на дорогах и разбиваются. Мы убираем врачей, которые лечат от гиподинамии. Валовые продукты в экономической системе радикально сокращаются. Качество жизни радикально вырастает. Вот это будет изменением в производительных силах. Которая ориентирована на экологические и социальные приоритеты. И на возможность для человека заниматься творческой деятельностью. Университетский кэмпус. Ну или театр в этом кэмпусе. Или детский сад. Или школа. Или клиника. Или спортивный центр. И это пока только простейший прообраз, который возможно уже сейчас, точнее было возможно уже в 60-е и 70-е годы. Для этого нужны были, говоря языком марксизма, другие производственные отношения. И будут нужны. Но пока я фиксирую изменения в производительных силах. То есть речь идёт не о том, чтобы... Как обычно представляют себе умное производство, автоматизированное производство, знание ёмкое производство. Стоит станок, точнее система станков. Но вместо человека с гайковёртом стоит робот с гайковёртом. Причём у него тоже рука, а желательно ещё и голова. Можно с глазками. Но до сих пор, посмотрите, что в основном показывают, когда рассказывают про робототехнику. Человекоподобных монстров, которые очень плохо шевелятся, с человеком близко сравнить нельзя. С кошкой, с собакой уж тем более. Крайне примитивный механизм. Не нужно. Вообще говоря, вместо всего машиностроения, по идее, должна появиться аддитивная технология. Уже есть. Простейший агрегат это 3D-принтер. Берёте мусор, из него делаете порошок, из порошка делаете то, что вам нужно при помощи 3D-принтера. Аддитивные дополнения, не разрезать, не разрушать, и выкидывать, а создавать. Вот это, в принципе, качественные изменения в производительных силах. То есть это не современная система, где электромобиль, в каждом из которых стоит суперкомпьютер. И они все вместе нарушают правила уличного движения в соответствии с волей водителя и дурным поведением пешехода. Совершенно другая система. Кстати, если говорить уже о фантастике на секунду, на этом автомобильном примере, сейчас пойдём дальше. То модель транспорта на дорогах будущего, я читал эту модель, она запомнилась на всю жизнь. Будучи школьником, то ли 6-го, то ли 7-го класса. В журнале «Автомобилист-любитель» всё запомнил. Автоматизация на дорогах будущего. Далёкое будущее. Конец 80-х годов 20-го века. Написано было в 60-е годы. Тогда 20 лет, это был гигантский промежуток, за который всё изменится. Но, кстати, изменялось тогда действительно быстро. 37-й год. Самолёт, который летает со скоростью 250-300 км в час пассажирский. 57-й год, самолёт, который летает со скоростью 950 км в час пассажирский. И в 4 раза больше. А в середине ещё война, Вторая мировая. За 15 лет. Так вот, дороги 80-х годов 20-го века. Единый компьютер, который управляет движением всех автомобильных средств. В машине компьютера нет. В машине есть человек, который набирает код, куда он хочет приехать. А компьютер управляет всем движением. Машина ни с кем столкнуться не может, потому что ей управляет единая система движения, которая оптимизирует весь поток. Не то, как ты поедешь в этом потоке, не зная, как поедут все остальные, куда кто поедет. А каждый раз пересчитывая для всей системы автомобилей, которые там движутся, или общественного транспорта. Это отказ от принципа индивидуализма. Это об обществлении. Я опять чуть-чуть увлёкся, да? Мы говорим о технологических трансформациях. Мы говорим о трансформациях в производительных силах, которые создают предпосылки для общества будущего. Теперь давайте разбираться совсем подробно, но начнём с ключевого изменения, а именно с творческого содержания труда, или с творческого по своему содержанию труда. И в данном случае на философском языке, как правило, используются понятия уже даже не труд, а деятельность. Потому что труд обычно привязан к репродуктивному процессу. У Маркса даже есть выражение, будущее это уничтожение труда. Имелось в виду, человек как предаток машины и наёмный труд. Это в ранних произведениях. А можно спросить, но даже сам Маркс не удивлял, что у человека есть потребность в труде творческого? Вот, уничтожение труда это уничтожение репродуктивного. А творческий труд как раз отличается тем, с чего я сейчас и начну, что он является потребностью. Так что вы абсолютно правы, и совершенно справедливо мне подсказывает следующий ход. Немножко опережая профессора Пузгаляна, но следуя логике его лекции. Итак, давайте смотреть на характеристики этого труда. Первая очевидная характеристика, которую только что назвали, и которая повторяется в очень многих работах, потому что она легко эмпирически фиксируется. Её нельзя сосчитать, ну или косвенно оценить только можно, но её легко понять. Творческий труд от репродуктивного отличается тем, что он является потребностью. Или обладает свойством самомотивации. Хорошо, хотя бы про Уланову я вам рассказывал. Тоже не рассказывал. Значит, Галина Уланова, величайшая балерина мира середины XX века. Она получала советскую большую зарплату, жила в хорошей советской квартире, но американские журналисты её спрашивают, это реальное интервью. Скажите, пожалуйста, как вы можете жить в такой нищете? Вы могли бы в Америке быть миллионером? Галина Уланова отвечает, я вообще не понимаю, за что мне платят. У журналистов, видимо, были круглые глаза. Я люблю танцевать. Мне платят за то, что я делаю то, что мне доставляет удовольствие. Но это как вам бы платили за то, что вы входите в ресторан, есть деликатес. Для меня главная потребность, главное удовольствие в жизни – это балет, это танец. Ну вот, на самом деле, то же самое сказал кто-то из крупнейших физиков нашей страны. Что вы делаете, удовлетворяя собственное любопытство за государственный счёт? То есть труд обладает свойством самомотивации. Это придумал не я, это масса работ в области социологии, ну в частности Ривкина. У него есть целый зентов забёк, конец работы. И очень подробно это всё описано с кучей ссылок в работе Владислава Леонидовича Иноземцева, когда-то моего ученика, ушедшего в либерализм, правда, или в такой либеральный марксизм. Книжка то ли за пределами экономического общества, то ли по ту сторону экономического общества. Там это великолепный цитатник с очень неплохим своим анализом, но в пролиберальном ключе. Иными словами, свойство самомотивации или потребность в труде, как отличительная особенность творческого труда от репродуктивного. Итак, самомотивация труда. Первое свойство. Кстати, это заодно и вызов вам всем. В конце лекции догадайтесь, почему. Следующее свойство. Творческий труд создаёт не материальный продукт, а культурный феномен. Я специально использую неопределённое слово, термин, феномен. Кстати, филологи мне объяснили, одни доказали, что он говорит феномен, а другие, что он говорит феномен. Я плюнул и говорю, как получается. Итак, культурный феномен, а не материальный продукт. Вы скажете, как не материальный продукт? Вы написали статью, это материальный продукт. Конструктор сделал трактор, это материальный продукт. Художник написал картину, это материальный продукт. Композитор написал музыку, это материальный продукт. Ноты, потом звук. Но с точки зрения марксистской философии в изложении Эвальда Ильенкова и его учеников с отсылками к Выгодскому, Леонтьеву, Лури и так далее, психологам, в полемике с Лившицем, Михаилом и другими авторами, даётся определение идеального. Идеальное это представление материального в другом материальном, которое формируется в процессе творческой деятельности. Ужас, да? Привожу пример. Художник увидел материальный объект, природу, и при помощи творческой деятельности преобразовал природу в культурный феномен, пейзаж. Учёный при помощи экспериментов зафиксировал объективный материальный закон и отразил его в виде некоторых каракуль, которые являются формулами, написанными всё равно чем пером, ручкой или в компьютерном носителе. Конструктор сделал трактор, но этот трактор это предметное воплощение технологии, которые являются результатом деятельности по распредмечиванию материальных объектов, старых тракторов или телег, или двигателей, или ещё чего-то, которые творческий труд преобразовал в трактор, который в данном случае рассматривается как идеальный объект. Соответственно, следующий шаг. Продукт творческого труда нельзя потребить. Если вы пейзаж рассматриваете как холст, загрунтованный, потому мало для чего-нибудь пригодный, а книгу как подставку под горячую кастрюльку, а на тракторе пашите, то он для вас не является феноменом культуры. Вот представьте себе шпиона, которого очень интересует, как же эти самые русские создали такой трактор, который сам собой всё пашет, всё делает, или ещё к тому же суперпроизводителен, почву не портит, гусеницы у него сами собой бегают и так далее. Он будет пахать на этом тракторе? Нет. Он будет пытаться вытянуть из него культурное содержание, технологию. Он будет пытаться украсть идею этого трактора. То есть он будет воровать трактор как идеальное. Вот когда наши разведчики, диверсанты, шпионы и так далее воровали немецкую технику, они её привозили, что эту технику делали? Её бросали в бой, на ней и в поле пахали, если это был танк. Нет. Её разбирали до каждого последнего винтика, чтобы разобраться, как она устроена, как она сделала. Лучше было воровать даже не её, а чертежи и всё остальное. То есть продукт творческой деятельности нельзя потребить, его можно только распредметить. Из предмета вытащить деятельность творческую. Ещё одно следствие. Распредметить, или, скажем, потребить в кавычках. Продукт творческой деятельности можно только в деятельности. Можно, конечно, считать, что поедание вкусного бифштекса – это тоже деятельность, но давайте будем считать, что это всё-таки потребление в узком смысле слова. А вот для того, чтобы потребить учебник по термодинамике, уже требуется деятельность. Для того, чтобы «потребить» лекции по истории и философии, требуется деятельность. Требуется предшествующий бэкграунд – ваша культурная деятельность. Требуется способность понять профессора или способность прочесть книгу, увидев в ней не набор знаков, слов, звуков, а содержание. Требуется способность превратить это в ваше собственное знание, которое реализуется в творческой деятельности – написать эссе. Отсюда проблема. Творчество создаёт феномены культуры, которые можно использовать только в процессе распредмечивания, то есть в деятельности. Поражаясь современным языком, «балдеть» от их потребления нельзя, надо работать. Слово «балдеть» очень хорошо отражает отличие потребления от распредмечивания. В процессе распредмечивания не «балдеют», в процессе распредмечивания получают катарсис, предполагающий очень трудную и тяжёлую работу. Всё такое катарсис, я думаю, вы знаете. Всё-таки. Вот. Совершенно приличное выражение. Кто-то там стал странно улыбаться. Итак. Ещё одна характеристика. Распредмечивается в процессе другой творческой деятельности. По-другому невозможно использовать этот продукт. Далее. Этот продукт распредмечивается в культурном сотворчестве. Ну, просто, скажем, в сотворчестве. Во времени и в пространстве. Сейчас поясню. Во времени вы ведёте диалог с предметным телом культуры. Вы читаете книгу Аристотеля. Вы перескакиваете через две тысячи лет. У вас машина времени, которую вы используете без всяких проблем, кроме того, что у вас должны быть свои творческие способности понять Аристотеля. И какие-то выводы из этого сделать. Вы ведёте диалог с Аристотелем. Вы его воспринимаете как автора, творца. И в идеале вы не ищете в нём подтверждение ваших идей, а вы ищете то, что сказал Аристотель. И пытаетесь тем самым воскресить его как творца. Вот всякий раз, когда вы читаете Аристотеля, вы делаете Аристотеля бессмертным, живущим в 21 веке. Оно проходит в бесконечном пространстве и времени. То есть творческий продукт бессмертен? Бессмертен, совершенно верно. Во времени он бесконечен, и потому бессмертен. Сейчас, одну секунду. Более того, он в пространстве бесконечен. Сейчас, давайте я закончу, хорошо? Он бесконечен и в пространстве. В каком смысле? В том смысле, что если существуют пресловутые информационные технологии, способные без затрат или с минимальными затратами, стремящимися к нулю затратами, ресурсов и энергии передавать информацию, что уже сейчас близко к абсолютному достижению, в принципе технологически сделать интернет скоростной и доступный каждому члену Земли, технических трудностей не представляет, даже экономически возможно, если капитализм убрать. Поэтому каждый человек, каждый субъект в пространстве, в любой момент может использовать любой продукт, в данном случае не продукт, феномен культуры, воплощенный в информационном продукте. Разве, например, уничтожение материального вносителя, да, для современной технологии это не такая большая проблема, но уничтожение материальности, как, например, сражение и сантеистки библиотеки, или что-то такое, это же уничтожает, включает несомненный продукт. Да, уничтожает, да. Это одно из противоречий со-творчества, которое вы совершенно справедливо зафиксировали. Со-творчество не живет вне материального мира репродуктивного производства. Но его законы другие, но поскольку оно живет в этом мире, то вот так, да. Можно убить человека в процессе самого гениального открытия или во время гениального исполнения гениальной музыки, которую он только что сочинил. Шопен играет экспромт, его убивают. Можно. Хотя это будет преступление против человечества уже, против культуры, а не просто против Шопена. Дальше следствие из этого. Раскручиваем. Дальше получается так, что в результате осуществляется любым субъектом творческой деятельности субъект-субъектный диалог в бесконечном пространстве и времени. Субъект-субъектный диалог в бесконечности, в пространственной и временной бесконечности. вот так скажем поясняю девочки отвлекитесь и послушайте это специально для вас а также для юношей которые влюблены или почти влюблены сейчас в чем тайна любви с точки зрения художник поэта просто человек который способен к сотворчеству и диалогу том что вы в девушке давайте все-таки как мужчина буду говорить про девушек девушки с которой встречаетесь видите субъект особую личность и вы стремитесь проникнуть в ее жизнь в нее как культурный феномен понять что она любит почему как чем живет чем мотивирована что для нее радость что для нее горе какой у нее исторический путь был к этому в каком общении она находится про себя вы забываете вас нет есть такого вы любите и в ней вы живете чтобы ее полностью воспринять да вот видите как мужчина как-то это не очень хочется да на самом деле если это чувство взаимно то девушка которая вступает в этот диалог точно также забывает про себя и воскрешает воспроизводит состворяет вас вашей собственной внутренней логике культуре жизни ценностях интересах и так далее результате вы сняли астранили сделали странным до отсутствующим себя но воссоздали девушку девушка странила себя на вас создала вас тем самым вы существуете и как я и как она и она существует как я и как он возникает диалог и когда это замыкает вот тогда появляется настоящее чувство и по принципу он мне нужен потому что мне с ним хорошо по принципу какой он вот такой сикой 5 10 не выдуманный не по принципу если я тебя придумала будет таким как я хочу по принципу именно он такой как есть для меня и есть то что дарит мне счастье подобно тому как не дарит части я не знаю консона листа люби и люби и какая-то гениальная картина или стихи пастернака и не знаю даже александр сергеевич пушкин который нас действительно бессмертен если вам девушка дарит такое же ощущение всякое разное как феномен культуры и вы способны его воспроизвести да ну или мужчина наоборот вот отсюда теперь сотворчеству и экономики процесс сотворчества сейчас я завершу фразу процесс сотворчества это распредмечивание другого как субъекта и субъектом данном случае становится всего природа становится субъектом вы любуетесь ей они эти используйте ее как химическое сырье да книга человек формула здания прекрасная ужасная конструктивная эффективная неэффективная вы работаете с ним как с феноменом культуры если вы любой результат получаете как продукт вот такого сотворчества то дальше появляется еще один феномен творческая деятельность всегда является одновременно абсолютно индивидуально и абсолютно всеобщим сейчас поясню абсолютно индивидуально и абсолютно всеобщим вот эту лекцию сейчас читает профессор бузгален во мне никто другой не сидит моим языком не говорит в моей голове не не распомножается но в то же время моя лекция есть продукт деятельности эвальда ильенкова генриха батищева библера лившица маркса которые были продуктом деятельности и так далее до бесконечности плюс русский язык плюс ваши вопросы плюс общая атмосфера плюс пионер вожатый который из меня сделал марксиста плюс мои родители которые мне помогли остаться им в не самой благоприятной среде плюс мои учителя в университете плюс вы которым я читаю эту лекцию кто ее читает ее читает человечество мировая культура и и читает исключительно профессор бузгален поскольку он что-то такое говорит и возможно наполовину неправильно и спорно и в крайне субъективной интерпретации вы сказать так то или другое противоречие я не случайно начал с диалектического метода отсюда несколько экономических следствий первое следствие деятельность как самомотивация творцу не надо платить деньги пусть так работает ему же нравится это наполовину шутка то что из этого следует очень интересный момент в той мере в какой творческая деятельность является самомотивации задачей общества становится исключительно обеспечение возможностей для ответственного потребления творца понятие ответственное потребление придумал не я относительно недавно придумал доводский форум сообщество финансовых воротил и высших бюрократов капиталистических сверхдержав но даже до них дошло ответственное потребление потребление которое не разрушает природу не создает лишних благ которые не нужны для распроизводства личностного потенциала человека личные автомобили тем более rolls-royce или крутой джип придачу которому еще спортивный кар еще что-нибудь эдакое для творческой деятельности не нужны нужен комфортабельный легкий удобный транспорт которым ты не трачешь силы энергии для того чтобы заниматься вы кручением баранки опять в условиях когда те кто-то бросается под колес или ей такой же тип но не творческие кати форсируя на красный свет я живу в центре там периодически такая петь найти на малый бронет вереница автомобилей где mercedes 600 смотрится как запорожец наверное среди 5 нормальных автомобилей в основном какие спортивные кары крутые джипы rolls-royce и бентли и тогда пятницу вечер узенькая улица в один ряд тротуары девушки которые считают что нужно одеться так чтобы ничего не было по максимуму мужчины которые ходят и посматривают выбирая себе кого бы купить в прямом или в переносном смысле слова дамы которые ходят и смотрят кого бы из мальчиков купить рестораны в котором чашка кофе стоит 500 рублей можно найти за 350 наверное эспрессо и машины замечать там пробка такая вот какой-нибудь ferrari ждет когда стоящий перед ним rolls-royce отъедет метров на 70 все нажимает нога с диким ревом кидается на этот rolls-royce и тормозит скрипятор с этими колодками значит парни в открытом этом ferrari или закрытым в полном восторге девушки с круглыми глазами все счастье я немножко отвлекся до значит ответственное потребление то которое необходимо для воспроизводства личности вот я привел пример университетского городка значит если труд потребность то достаточно вот такого уровня потребления мотивация будет работать кажется как людей будет что мотивировать если не деньги и не ferrari желание работать следствие из определения что такое творческий труд и так зафиксировали до первое экономическое следствие из потребности труда второе экономическое следствие кстати западные корпорации этим пользуются общественный сектор этим пользуются учителям платят мало они все равно работают учителями я был на собрании профсоюзов учителей и к эти профсоюзы учителя независимые фнп ровских профсоюзов один из экономист битусе зачем вообще всем этим занимайтесь но идите бизнесом займитесь у вас компьютерные навыки есть талант есть творческие способности есть способность диалогу коммуникациям есть чего этим занимаетесь на периферии 20 тысяч базовая ставка чтобы получать 40 надо работать 46 часов в неделю голосовых зачем это мы не можем без педагогики жить смысл нашей жизни свинство что нам мало платит но мы не можем по-другому жить а вот про рутинные профессии я пока никак не говорю я сказал что это по ту сторону репродуктивного труда вы заметили самом начале хоть вот как в обществе где есть рутинный труд т.т.т. идти к этому обществу какие производственные отношения потом не все сразу получить пока давайте разберемся еще одно следствие из того что мы ведем диалог бесконечный в пространстве и во времени и что это всегда любой творец всегда индивидуален и всеобщенность это всегда сотворчество лекция бузгаллина это результат деятельности всей человеческой культуры какой-то весьма своеобразный правда результат будем считать что это не намек на то что пора заканчивать следствие из этого оценить вклад творческого работника количественно невозможно еще раз оценить количественно вклад творческого работника невозможно он не квантифицируем ему можно заплатить зарплату исходя из рыночной конъюнктуры его можно посадить шарашку как туполева или кого-нибудь еще до его можно оставить свободном университете где он будет работать потому что ему так хочется сейчас подождите но он не квантифицируем попытаться его адекватно сосчитать это просто нерешаемой задачей квадратура круга или желтый логарифм дальше оказывается что продукты этой деятельности культурная ценность всеобщий и как таковой он не ограничен для использования культурный феномен можно использовать бесконечно бесконечным количеством субъектов видя или аду и одиссею читает все человечество меньше от этого ее не стало вы скажете как же интеллектуальные частные собственности а вот тут как раз все плохо с интеллектуальной часть собственно она ограничивает вот на секунду отвлекусь мы с андрей ванчем холгановым написали книгу глобальный капитал в двух томах уже несколько изданий в россии вышло и имели неосторожность по совету наших американских канадских коллег заключить договор с манчестер университ пресса английском издании сокращенном английском издании издательство просто понравилось манчестер университ пресс издательство с века ведь распространяет книги по всему миру ему полное счастье не глядя подписали договор мы советские люди выяснилось в эту книгу теперь можно авторы могут и рукопись тоже кому-то передавать только если этот кто-то заплатит 120 фунтов стерлингов то есть где 12000 рублей там наверно может чуть поменьше за то что получить ее в электронном виде бумажным почему-то несколько дешевле порядка 100 фунтов стерлинг подарить вам эту книгу я не могу интеллектуальная частная собственность хотя ее меньше бы не стало если бы я вам ее подарил ее бы стало больше вы ее прочитали покритиковали мы бы еще что-нибудь написали но это потом мы будем говорить про это противоречи пока зафиксируем принципиально не ограничен раз не ограничен не конкурентен конкурировать за возможность залезть в википедию бессмысленно кликните и все кстати пару примеров вот такой не мотивированные рыночной творческой деятельности имеющие всеобщее значение википедия программная система linux бесплатно создана бесплатно без административного воздействия доступна каждому бесплатно то есть в принципе вот в силу этой неконкурентности не ограниченности и только распредмечиваемости не потребляемости возможен феномен который мои коллеги не помню уже кто первый я это слышал от вадима михалыча межуева назвали собственностью каждого на все нет не общественной собственностью на что-то так бутылка как объект собственности всего человечества до бессмыслица а собственность каждого на все что есть у человечества вот вы являетесь собственниками всего что лежит ленинской библиотеки придите за 100 рублей вас фотографируют и все ваши потребляйте то есть распредмечивайте сколько хотите вы каждый раз когда что-нибудь пытаетесь делать заглядывайте википедию или куда-нибудь еще в бесплатный информационный ресурс ну на этом наживаются рекламодатели еще кто-то но в принципе это такой механизм интересно интересно дальше результатом творческой деятельности является не только феномен культуры но и прогресс человек то есть средством развития человека становится труд если труд репродуктивный человек опустошает и превращается частичного работника придатка машины раба разделения труда и по творческий труд человека развивает то есть результатом является не только как формула картина музыка умный ребятенок который о чем-то думает интересным если это воспитатель детского садика то но и сам воспитатель детского садика художник ученый инженер и так далее следующий компонент все определение творческой деятельности обещал дальше буду рассказать полчаса вы решите что все неправда и наполовину непонятно мы можем дальше сказать что эти продукты и личностные качества и культурные феномены еще разочек да не ограничены не конкурентны непотребляемы потребить книгу нельзя только распредметить и бесконечно во времени и пространстве если не уничтожен материальный носитель кстати это решает проблему путешествие во времени и бессмертности человек ученый который ушел композитор который ушел даже любимый человек который ушел он не умирает как культурный феномен пока вы его распредмечивать или распредмечиваете его созданные им культурные феномены вот такая история отсюда интереснейший вопрос а какие экономические отношения нужны для творческой деятельности для нано-био и так далее на бикс технологий и для решения проблем воспроизводства биогеоцинозов отвечать на него я буду на следующей лекции и говорить о том как это все на самом деле развивается в рамках рыночно-капиталистической системы где это развивается но примерно точно также как развивалась индустрия в условиях крепостных то есть заводов на которых работали крепостные где-нибудь у демидова 18 веке на урале развивался развивался замечательный металл плавали никаких наемных рабочих и капитал был не нужно демидов мордовороты крепостные не хочешь плавить выпарут не хочешь плать второй раз убьют все просто работает с тем работает но плохо в англии работала лучше там хоть и бедные несчастные и так далее но наемные рабочие все-таки что-то уже больше соображали и большая эффективность была вот так и с творческой деятельностью она работает в условиях рынка и капитал но плохо работает как индустриальное производство условиях крепостничества но это следующая лекция сейчас еще пара феноменов как точнее фара ремарок ремарка номер один дополнение к характеристике творческой деятельности для творческой деятельности нет границы между рабочим и свободным временем вот обычно я приду смешной пример уже 6 часов вечера самые любопытные мысли мне приходят в голову когда я плаваю в бассейне там правда трагедии записать невозможно я так и не придумал как записывать бассейн или во время концертов я люблю консерваторию ходить или филармонию в питере но там легче там есть программка ручка может на карьер на программке и свободное время лет рабочее время к этому поводу есть хороший анекдот два соседа один рабочий другой стихи пишет рабочий идет утром на работу поэт лежит гамаке качается это ну что это отдыхаешь да нет горит работу поэтому отвечает до рабочий идет назад поэт на грядке копает под течет майка мокрая ну что работаешь нет отдыхаю нет границы кстати фирмы сегодняшние тоже это используют когда человек мотивирует свободным временем они только деньгами или гибким графиком работы или еще чем-то похоже это пропор еще одна ремарка очень важная репродуктивный творческий труд всегда включает в себя огромное количество репродуктивных функций я начал с балерины лановой заканчиваю тем же примером чем она занята большую часть своего времени тем что стоит у станка и машет дивной ножкой на кровавого пота буквально не фигурально для того чтобы раз неделю может быть два раза в неделю в течение часа двух-трех спать станцевать что-то такое что позволит людям почувствовать что они люди эти включиться в процесс сотворчества с чайковским с петипа с григоровичем с художниками с машинистом сцены и с улановым еще одна маленькая реплика где эта творческая деятельность сегодня присутствует я мельком про это говорил есть исследование которые обычно приписывают ричарду флориде но он просто обобщил кое-что опубликовал в америке попал в струю книжка креативный класс на самом деле много интересных работ сейчас есть которые показывают что рабу профессии где труд по идее так сказать в по содержанию не по идее по содержанию должен и может быть творческим но не всегда им является вследствие господства рыночно капиталистической бюрократической формы еще раз на сферы деятельности где труд по содержанию может должен быть творческим но не всегда таковым является вследствие господства отчужденных рыночных капиталистических бюрократических форм эти сферы охватывают от 35 до 50 процентов работников наиболее развитых технологическом отношении стран даже в россии 30 процентов в ссср было ближе к 40 в ссср 40 лет назад уже по сути дела оставим стороне перестройку конце 70-х начале 80-х годов западной европе особенно стал демократических странах примерно 50 процентов сейчас защищается кандидатская тамара степанова и она катя очень тщательно все это посчитал опять там творческий труд это не все но это какие сферы образование для всех через всю жизнь от детских яслей докать образование для пенсионеров это здравоохранение которое по идее должно быть формированием здорового человека они лечением больного это вся сфера физической культуры именно с акцентом ослой культура это вся сфера культуры в узком смысле слова как художественной культуры это вся сфера управления это инженерная деятельность это даже деятельность рабочего который думает как изменить этот станок или по-другому заточить резец или что-нибудь усовершенствовать в этой связи придут только два примера советский смешной фильм комедия наивная неподдающийся как девушка комсомолка передавица перевоспитывать двух пьяниц работяг превращая их в рационализаторов к трудового процесса очень смешная комедия но это один из аспектов реальной жизни в ссср не господствующий но реальный и второе очень серьезный текст андрей иванович колганова моего коллеги профессора рационализации изобретательстве инновациях во время великой отечественной войны такого количества новшеств в технологиях управления производстве строительстве как не было за весь период ни до ни после не не только в советском союзе это делали люди заняты в адских условиях тяжелым ручным и индустриальным трудом в принципе вот отвечая на ваш вопрос даже человек занятый репродуктивным трудом способен включаться в творчество ну наконец есть еще одна сфера сфера социального творчества это последняя ремарка сфера в которой человек даже заняты тяжелым репродуктивным трудом может участвовать в социальном творчестве ну например создать профсоюз и добиться повышения заработной платы реального 8 часового рабочего дня нет сколько скажет хозяин хороших условий труда большого социального пакета он будет творить решать очень сложные творческие задачи хотя труд у него будет тиром будет стать в станка или плавить металл или вообще подметать метелкой к улицу вот один из таких примеров профсоюз курьеров тупая работа вообще-то очень многого добились это люди творцы гораздо больше чем профессора которые в ссср догматически читали марксизм а через год стали догматически читать антимарксизм они занимались репродуктивным трудом и до и поздно а 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 Субтитры создавал DimaTorzok